В любом коллективе есть такой человек, на котором во взрослом смеются над кем-то или смешной физически, какая-то у него физиогномика, может быть даже национальность какая-то. Хотя сейчас это не приветствуется. Раньше это было татарин, армянин и так далее. Сейчас этого и говорить нельзя, потому что тут же начнутся какие-то этнические разборки. Вы опять ни на того напали, ни на тех наехали. Да, есть такие детишки, которые по своим, так сказать, может быть даже семейным, семейному укладу, они не готовы постоять за себя. Но это обычное состояние, будем так говорить. У человека это социум, у животных это стая. В стае всегда есть тот, который в хвосте и над которым издеваются. И если вы не хотите, чтобы ваш ребенок был вот именно этим, мальчиком для битья, вы должны с ним заниматься не только как себя вести при физической агрессии, при вербальной агрессии, вот так, когда тебя унижают. Сейчас много в интернете показывают, что издеваются друг над другом, там в классе снимают это или там где-то на пустыре бьют. Надо готовить вот ребенка, что да, жизнь сурова. Она не манная, так сказать, небесная. Все время будет какое-то противоборство, противостояние и выискивание твоих слабых черт. Вот здесь нужно работать, чтобы он умел себе позиционировать и мимикрией хотя бы тем, что он там как-то себя показывал, что он готов на что-то. Это тоже в детской среде это много играет. Что если человек закрывается там или отдает тут же деньги те, которые ему дали, то это говорит о том, что он и опять отдаст, и к нему и завтра подойдут, и опять будут деньги требовать. Если его ударили, и он не ответил, то и опять подойдут, и опять будут бить. Поэтому опять же, если ребенок вам не говорит и боится вас, а вы видите, что он приходит избитый, грязный, то не поленитесь, не спрашивая его, а проследите за ним. Что происходит с ним? Это ж не происходит в классе. Это происходит где-то там, во дворе, по пути в школу, со школы, где-то, где постоянно, вы видите, что он день приходит такой, два приходит, подавленный, прячется, не говорит и так далее. То есть он сам в себе пытается, на вас не надеется. Тогда, значит, не поленитесь, а многие ж, я работу не потерю. Возьмите отгул, посмотрите, что с ним происходит, а потом уже находите с ним общий язык. Как из этой ситуации выходить, потому что вы эту жизнь уже знаете, а он еще нет. Он думает, что все такие, как папа и мама, должны над ним конфетку возьми, пойди, оденься хорошо. Нет, жизнь, она очень трудна и сложна. И все время нужно быть готовым к противоборствам.